Юлия, здравствуйте! Ваш вопрос. Моей бабушке 89 лет, у нее склероз. Она плохо видит, слышит, Многих не понимает. Я молилась за нее, чтобы Господь спас ее. Потом просила ее повторить молитву покаяния за мной. Что удивительно, она повторила слово в слово и сказала «Аминь». Сама она не может покаяться в своих грехах, ничего не понимает. Как понять, спасена она? Как молиться за нее? Когда я ей говорю, что Бог тебя любит, она улыбается и повторяет «Спасибо». Да, спасибо за ответ, это уже мне. Ведь истинное покаяние – это сердце, изменение своей жизни, принятие Иисуса Христа Господом. Бабушка не ходит уже лежачие 6 лет. Вы знаете, Юлия, интересный ваш вопрос. Я думаю, что он будет интересен многим, потому что в моей практике было несколько таких случаев, когда можно было молиться за человека вообще без памяти. Кто-то был верующим человеком, и он лежал без восприятия окружающей действительности. Мы просто молились и благословляли на то, чтобы он отошел. Я сейчас расскажу историю. В одной семье, где отец был христианином, но это уже такой пожилой был человек, у него случился инсульт, и, по-моему, даже не один раз. И, в общем-то, в конечном итоге он уже лежал в коме, лежал дома, очень было жарко, и рядом это была Украина, Крым вернее. И там была духовка рядом. В общем, при жаре еще и пеклись пироги. Этот человек лежал в трубках весь. И когда я подошла, и увидев эту картину, потому что мы приехали отдыхать там на море, ну и зашли просто в гости, увидев эту картину, я говорю его жене, а зачем вы его держите? Вы можете его отпустить? Она говорит, я его не держу. Я говорю, нет, от вашего решения сейчас многое зависит, потому что вот в этом состоянии он уже не живет. Ну, не живет в том полноценном смысле, да. Но его мучение в том, что он остается здесь, и для вас эта проблема, и для него. А Бог готов его взять, если вы его отпустите. Но это я говорю о человеке-христианине, да, чтобы было понятно. Христианин, который очень благословенную жизнь прожил, воспитал много детей, был таким благочестивым человеком. И предложила просто попеть около его постели, потому что он очень любил песни. Я его знала таким. Она говорит, да он ничего не слышит. Я говорю, нет, давайте мы попоем здесь. Мы стали петь, и первую песню, которую мы запели, у него тут же заходила грудь ходуном, и потекли слезы. Вот до этого лежавший овощ, да, образно говоря, вообще ни на что никак не реагирующий. Чуть-чуть идет дыхание, и каким-то образом к нему попадают через трубочки лекарства. И вдруг у него все заходило, задвигалось. Потому что у него нет сейчас связи с телом от того, что тело получило вот эти разрывы по мозговым процессам. Но душа в нем, она слышащая, она видящая, она понимающая. И после того, когда мы так попели несколько песен, он постоянно, вот эта вот реакция у него была на каждую песню. И когда помолились, я сказала, предложила ей просто сказать, поблагодарить за то, что он был ее мужем, отцом, ее детям. И отпустить, и сказать, я отпускаю тебя. И сказать Богу, Господь, я соглашаюсь с Твоей волей, чтобы Ты забрал моего мужа к себе. И вы знаете, на утро, даже посреди ночи его уже не стало. Потому что мы иногда держим вот эту привязку, да, эмоциональную, душевную, настаиваем на чем-то, плачем. И не даем человеку развязаться вот с какими-то узлами. Это один случай. Чтобы вам было понятно, вашу бабушку, я предложу прочитать книгу. Я думаю, что вы читали книгу «Хижина». А есть книга этого же автора, называется «Перекрестки». «Перекрестки» — это взгляд на внутренний мир человека глазами, там, другого, да, заходя. Там своя интересная подача, просто перечитайте. Там человек, который потерял рассудок воспринимать мир так, как адекватно. Но сын хотел пообщаться со своей матерью, и он смог оказаться внутри нее и провести диалог. Почему я понимаю, что, с одной стороны, это как бы фантастический вариант, да, подхода, но, с другой стороны, то, что там описывается, и то, что мне приходилось переживать с людьми, которым я помогала выходить из кризисов, то очень похожие ситуации. Поэтому ваша бабушка внутри вас понимает. Она внутри вас слышит. У нее нет адекватности выйти на внешнее. Внутри у нее все по-другому. Поэтому мне приходилось каяться за человека, который тоже был заместительным покаянием, который лежал перед смертью в трубках весь. И, услышав, что это необходимо сделать, потому что для меня он был незнакомый человек, и причем даже, можно сказать, из христианской среды он, но вдруг я почувствовала, что мне надо за него покаяться и попросить рождения свыше. Это было совершенно необычным подходом, потому что, если человек этот был в церкви, о каком рождении свыше? Но часто люди, находясь в церкви, рождаясь в христианской семье, не понимают ценности и важности личного рождения свыше. А рождение в христианской семье автоматически не решает вопрос твоей вечности. Все равно необходимо покаяние. И, по всей вероятности, это был тот случай. Я не знала его жизни до этого, но меня его дочь попросила за него помолиться. И когда я услышала вот эту внутреннюю, так скажем, информацию для себя, я говорю, а можно я сама это сделаю, пойду к нему, в общем-то, наедине с ним. Когда он меня не знал, я зашла в эту палату, не палату, комнату, где он лежал, как в палате, и говорю, вы знаете, то, что я сейчас понимаю, Господь хочет, чтобы вы произнесли молитву покаяния, но коль вы не можете это сделать, я сделаю ее за вас. И все, что будет Бог мне полагать на сердце, я не знаю вашу жизнь, вы не исповедовались передо мной, но я сейчас назову грехи, которые будут в моем духе рождаться, как понимание. И если это соответствует вам, вашей жизни, то внутри себя скажите «Аминь», когда я закончу. И тогда моя молитва покаяния будет вашей молитвой покаяния. И я произнесла, и вы знаете, у него тоже начались процессы, потому что у него трубка была в горле, и, по сути, он дышал очень трудно, он чуть-чуть смотрел на меня, мало смотрел. Но когда я стала молиться, у него тоже все заходило ходуном, и это было ощущение, когда рождался новый человек. И на следующий день, когда даже я ушла, и вечером уже пришла к нему дочь, она говорит, на меня впервые в жизни смотрели глаза любящего отца, но и в то же время одновременно как ребенка, потому что он до этого был очень злым по отношению к детям. И вот этот вот момент перерождения, он произошел по молитве, который я произносила, но в его присутствии, и не смотрела на те минусы, что его тело как-то сейчас в таком состоянии. Просто я произношу, и я благословляю вас сделать то же самое со своей бабушкой. То есть то, что вы сделали уже, тот старт, да, когда она повторила за вами. И это тоже уже уникально, что человек, который не может связанную речь говорить, здесь повторяет, потому что для Бога это важно. Но теперь можете более детализировать, когда она проклинала своих детей или говорила неправильные вещи, когда она, может быть, могла делать аборты, за то, что жила в неверии годы жизни, за то, что могла где-то носить на кого-то обиду, может быть, вам это известно на кого. То есть вот эти вот уже конкретные вещи, сказать, бабушка, повтори сейчас за мной, что я буду говорить, либо сами произнесете и скажи, бабушка, скажи теперь аминь на эти слова. И она скажет аминь, и это сработает. Поэтому благословляю вас максимально, что мы можем сделать на этой земле, для того, чтобы человек не погиб, а спасся, делайте. Делайте, Юля. И делайте те, кому это сейчас важно. Благословляю вас не потерять такой возможности. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»